добрый день дорогие мои друзья и сегодня у нас на канале продолжение темы сутулой фигурки если в прошлый раз мы с вами разобрали как она выглядит и что нужно делать с базовой конструкции для того чтобы платьишко не содержало никаких грубых заломов и сидела на фигурке как положено то сегодня мы поговорим о том как же изменить эту базовую конструкцию какие фасоны ей придумать на третьем этапе который называется моделирование второй этап создания базовой конструкции да что носить что шить что мы можем придумать такой фигурки для того чтобы немножко скрадывались вот эти вот ее особенности ну что я хочу сказать эти особенности тоже ведь у всех будут разные у кого-то больше это выражено у кого-то меньше это выражено сказать что мы одежды можем как-то это все спрятать спрятать это вы должны объективно смотреть на ситуацию не всегда возможно но как-то сбалансировать сделать попытку учесть какие акценты где должны быть мы конечно сегодня с вами постараемся и так напомнили о такой о какой фигурке идет речь история первая прежде всего если у нас есть такая фигурка то у нас есть очень сложная спинка она идет с вот таким вот выпуклостью с такой выпуклостью большой да и чтобы эта выпуклость обеспечивалась и меньше было вокруг нее каких-то заломов удобнее всего и лишнюю ткань которая появляется в области ягодичек тоже нужно перенести в средний шов спинки то есть я выбираю средний шов спинки это первое второе вот это вытачка который у нас базе рисуется из плечика она преувеличена она большая в любом случае пожалуйста переносите ее горловинку вот таким вот образом то есть средний шов по спинке 1 вытачка по горловинке 2 а еще как оформить этот самый средний шов по спинке вот посмотрите у нас например есть такая спинка давайте положим ее вот так вот сюда да обведем я не буду все обводить я обведу только средний шов по спинке чтобы вы видели как нужно его откорректировать если вы вот эту вот эту часть переносите в него посмотрите это далее давайте карандашиком сделаю вот так вот это далее так ну вот сюда у вас откроется ваша вытачка а затем вы немножечко приподнимаете давайте вот красным цветом хочу нарисовать вы немножко сначала приподнимаете у вас здесь горбик потому что на спинке да и было у вас вот так вот так вот так вот так вот так это сгиб ткани по спинке сгиб ткани по спинке а что вы делаете вы как бы вот так вот приподняли потом вы прорисовываете вот эту вот историю так 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 здесь у вас в вашей базовой выкройке была вот такая вот как я называю ракета которая забирала лишнюю ткань у нас внизу да вот так забирала и вы эту ракету как бы смещаете в бок вернее к среднему шу спинки вот этот раствор откладываете сантиметра два на талии рисуете да этот раствор на бедрах тоже откладываете вот этот раствор на уровне бедер вот здесь тоже откладываете и дальше у вас идет просто вот такая вот прямая линия и спинка приобретает вот такой вот интересный вид этот вид он соответствует контуром тела на спинке вот такой вот фигуры да вот такая вот красная линия у вас получится когда вы сместите свой вот этот вот выступ свой вот этот вот лишнюю ткань с базовой конструкции вместо вот такого полурельефа вы его сдвинете в средний шов спинки но должна предупредить сразу что эта история работает только тогда когда ваша ткань может позволить себя сутюжить то есть это это какие-то похожие на трикотаж ткани плотный трикотаж какой-то из слабого трикотажа конечно платье мы такое шить не будем вот это обработка и форма форма среднего шва спинки значит немножко подняли наверху немножко нарисовали выпуклость повторили как бы контуры фигурки в области лопаток и в области вот самой большой выпуклости и ушли к талии вниз если у вас при этом вот здесь вот вот здесь нужно брать сантиметра два максимум два с половинкой больше отводить вот это отведение делать не нужно если вы сделали это отведение и ваша выточка еще сохранилась то есть она была скажем 4 сантиметра итак дорогие друзья мы говорили о том что у нас есть вот эта талиевая выточка которую мы должны тоже не потерять то есть два сантиметра от нее мы оставляем все в отведении спинки если появляется какой-то остаточек мы сдвигаем вот эту выточку и на этот остаточек уже маленькую вот такую выточку от того что осталось мы оформляем ближе к боковому шву нашей спинки вот такая идет корректировка в базовой конструкции нашего изделия в том случае если вы решили если мы там оставляем вот этот вот средний шов то есть здесь у нас появляются вот такие вот маленькие остаточные выточки это самое простое самое строгое решение этого вопроса когда нам нужно какие-то там элегантные вещи делать когда мы убираем лишнюю ткань такое оформление спинки у нас помогает слепить контуры спинки особенной вот такой вот фигурки и в общем-то обеспечивает решает нашу задачу а полочка в этот момент может быть самая любая потому что пока сегодня мы говорим о том что у нас впереди все в порядке ну то есть уровень груди и уровень животика примерно одинаковый ни то ни другое у нас не выступает потому что вы знаете что одной фигурки может быть и то и другое я сегодня показываю вам только особенность вот со стороны спинки вот эти выпуклые лопатки круглая спинка сутула очень фигурка иногда даже больная фигурка да вот это был один вариант другой вариант когда мы допустим не вводим средний шов спинки а или если его вводим то все равно ничего туда не прячем смотрите что делаем мы по-прежнему вот эту нашу выточку которая идет на лопатке переводим горловинку самое удачное решение решение в технологическом вопросе затем вот эту лишнюю ткань которая неизбежно у нас бывает там сзади вот наша база так выглядит да вот эту лишнюю ткань мы никуда не забираем ни в этот полу деревьев не в чу а что мы с ней делаем а посмотрите что мы делаем вот такие вот полу выточки что это такое это когда вы допустим там сделали выточка у вас 4 сантиметра можно увеличить ее до 5 даже до 6 за счет чего за счет того что вы делаете меньше боковые выточки например или даже немножечко увеличиваете нарочито ширину сетки до того чтобы вот эти выточки у вас стали поглубже и вот в таком варианте вы каждую выточку просто не зашиваете до конца то есть выточка выглядит у вас вот так условно говоря каждая да вы зашиваете только верхнюю часть а нижняя часть выточки у вас собирается вот в такой вот защитчик это же решение можно и поддержать на полочке будет очень красиво если у вас еще такая фигурка не очень крупная не очень полная здесь явно не хватает у вас добавится вот этот объем и будет на спинке создаваться и вот это вот преувеличенный какой-то размер то чего не хватает и ширина спинки в этом месте в этот в этом варианте во втором варианте будем так говорить она у нас не будет с вами уменьшаться то есть вот здесь дальше пойдут какие-то небольшие фалочки ну и пусть они на здоровье идут что называется давайте будем подписывать это у нас первый вариант может быть мы еще вернемся к этому второй вариант и третий вариант значит что в третьем варианте в третьем варианте я предлагаю опять эти выточки переводим я предлагаю сделать отрезную линию талии когда у нас отрезная линия талии вот эти талии талии выточки сверху они как правило бывают небольшими можно как сохранить средний шов допустим вот так вот оставить так так и оставить вот эти вот маленькие талии выточки остаточные которые останутся у нас вот здесь после того как мы большую выточку расчетную немножечко заберем вот сюда средний шов по спинке отрезали линию талии а потом что а потом нам надо увеличить опять же объем в том месте в котором нас его не хватает что мы можем сделать здесь самое первое что приходит на ум это какая-то баска посмотрите вот так вот так эту басочку можно даже не вшивать не продолжать спереди можно ее ограничить только по боковым швам а можно впереди сделать рельефчики и довести ее до рельефчиков ну и вот она будет как-то вот так вот я привольно нарисовала на самом деле здесь может быть и встречная складка например вами оформлена или еще что то то есть вот такое наполнение создаете эффект турнира так называемого да и заполняете ту пустоту которая непосредственно есть у вас в этом месте а сзади ну чтобы если здесь объем здесь объем внизу хочется что заузить значит мы делаем средний шов спиночки обязательно вот так вот продлеваем и в нем либо шличка для движения раз мы заужаем либо у нас будет какой-то разрез вы скажете что неудобно здесь нет не вставить молнию да неудобно но можно придумать какую-то застежку впереди и ту же самую молнию сделать впереди и тоже будет совершенно совершенно неплохо вот такой вот вариант пойдет нашей вот такой вот фигурки то есть мы расставляя вот эти акценты мы балансируем все время балансируем если вверху у нас много то внизу мы добавляем какими то вот такими элементами что еще может здесь быть допустим четвертый вариант у нас пусть будет да в четвертом варианте что может быть может быть допустим вот такая же история вытачки по-прежнему здесь здесь можно сделать тоже полу вытачку вот такую до чтобы создать какой-то а внизу внизу можно добавить ей гаде эффект вот отрезали и пришили вот такую вот какую-то юбочку в этом варианте вполне возможен как раз вот средний шов по спинке но для того чтобы вшить туда допустим молнию да сверху ли вы ее вошьете до бедер или только от лопаточек вошьете до бедер но не убирайте вот эту слабину не вводите тот полурельеф который у нас был с вами в первой модели вот в этой модели пусть сохраняется вот эта слабина и возможные какие-то эффекты рыбки эффекты гаде тоже могут сработать почему потому что так как вот здесь у нас много внизу у нас мало мы чуть-чуть сужаемся и добавляем уравновешиваем вот этим широким низом вот какую-то такую нашу историю тоже получится довольно таки славно что еще может быть если талия у вас позволяет конечно будет неплохо просто отрезная талия если вы молодая девушка я часто мне иногда говорят вы какие-то модели придумываете не модные не современные ничего общего мода с особенностями фигуры у меня по крайней мере сейчас не имеет моя задача научить вас правильно расставлять акценты что-то уравновешивать друг с другом а не такая задача чтобы вы прямо были современный 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 чтобы быть современной работайте над своей фигуркой ходите в спортзал убирайте лишний вес и тогда будет вам счастье а если мы ничего этого делать не можем по разным нам причинам то мы уже выбираем классические какие-то приемы которые вносим элементы современности в какую-то отделку какие-то отдельные вещи спереди допустим но спинку решаем так как нам надо и так если у нас есть тоненькая талия да например и мы хотим сделать свое изделие и длинные ножки и при этом сутулая вот такая спинка мы можем сделать с вами удлиненную талию спустить эту линию талии немножко вниз да а дальше мы можем поиграть ну здесь уже вот что просится просится конечно юбочку опять заужаем книзу широкую делать не очень то нужно здесь можно сделать разрезик можно сделать шлицу а я хочу сказать вот о чем что вот в этом месте вы как бы делаете вот такие крупные защипы то есть создаете эффект тюльпана то есть лучевой раздвижкой вот так вот вот так лучевой раздвижкой вы добавляете себе ширину на задней половиночке это же самое можно подчеркнуть и впереди допустим да и увеличили вот эту часть за счет того что применили лучевую раздвижку разрезали получиком юбочку сверху вниз и раздвинули наверху и создали вот в этом месте такие крупные какие-то складки защипы или потом перевели их сборку вот такое решение тоже будет смотреться неплохо для спинки ну и конечно любое решение какое вы бы не придумали на спинку вы должны его поддержать на своей полочке и последний вариант просто давайте для молодой тоненькой стройной высокой девушки да сделаем отрезную талию и сошьем ей вот такую вот пышненькую юбочку может быть даже какую-то коротенькую пусть она будет у нас вот такая талия потоньше конечно у нее будет и вот такая юбочка и тоже вот это уравновесит вот эту фигурку но это только при тоненькой талии вот на этом разрешите сегодня закончить я думаю что какие-то из моих советов все-таки вам подойдут поэтому подписывайтесь на мой канал ставьте свои лайки продолжение следует разоглядываю соглас嬐